У нас обещался день сетилетия, 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 сетилетия. Люди разумеют. У батюшки самый большой друг. Это город Тула, а это с друзьями Суворов. И он приезжает с двумя людьми. Батюшка сказал, что они такие мне и сказал. Я их первый раз вижу. Согласно уставам, незнакомого человека мы обязаны узнать, кто он. Кто к нему заходил, был. А кто паспорта дадите и перепишите. И узнать, верующий или не верующий. Но когда сказали «оглашенный из единицы», мы их шапнулили и они вышли. Мы их не знали. Так говорят, писали «оглашенный из единицы». Они с ним приехали. Батюшка на меня, я старушка, я должен смотреть. Тебе сказали, почему мне не сказали? «Перевели, а права мои никто не отнимал. За то, что я вывел, я имею только похвалу от Бога. А от вас нарекания». Да, а Оля ему объясняет. А я вот, священник, это у вас со мной люди. Вот этот, который, это бывший губернатор области. То другое. И тоже сидел за что-то там. Не знаю. Царь болеет, он Александр болеет. Второй. А второй этот человек, этот такой вот. Брат мой родной. Ну, у него ставка была, город Шахты. Ростовской области. То есть мы его вспоминаем в молитву. Ну, я-то не знал их. Ну, Павла-то знал. Знал. Один бритый. А бритый должен быть в любом варианте за дверями. Он против Бога восстает. Он богопольствует в дверях городов. Под женщину подделывается. Сормота одна. Ну, и он меня звонит и недовольный. А отношения хорошие были. Я вам говорю. Когда звоните, звоните за дверьми кто-то. Кто? Я спрашиваю. Вы отвечать будете? Открой дверь. Я тем более насторожен. Я второй за счет, то есть все поставлю. Почему не отвечаете? Ну, мы же ничего не знаем. Я как бы сказал. По телефону когда-то звонит. Ну, вы же знаете, у меня у вас написано. Не написано у меня. Другой телефон. Там у меня пропало все. Тебе трудно сказать? Говорит Иван Суаров. Священник из Тула. Все, дальше говори. Ты этого не говоришь? Я тебе не отвечаю. Ничего. Я не знаю кто. Голос настолько искажен. У меня ослабленный слух. Да нет, да вот другое придумайте так. Отец, больше не звони ко мне никогда. Вопрос решается просто. Мои условия не приняты, а звонки твои мне вообще не нужны. Ты ко мне обращаешься по Священному Писанию все время. Там не так. Тут как поступить? Я тебе хоть раз ответил неправильно? Нет. Ну, мы едем в Диверево. Остальное меня касается. Езжайте. Но самое большое чудо на завтра случилось. И батюшка на меня. Прямо видно, что недоволен. Такие люди приехали. Батюшка. Такие люди. Он бритый. Для меня только одно. Это человек, если верующий, чуть-чуть. Видно, что только брился недавно. Какие они люди? Противники Богу. Ну, Ивана-то ты знаешь. Ну, он в алтаре тебя, Иван твой. А брата его. И брата знаю. Но не знаю отношения его к церкви. Мирской, хороший человек. Хороший я могу подтвердить. Вот есть фильм, сбежавший из ада. Он говорит, хороший человек. Он говорит, там много хороших людей. В аду. И вот на следующий день. Батюшка ничего не знает. Он мне сгонит. Сгонит. Простите. Я в ногах у вас валяюсь. Со слезами прошу. Простите. Что я вчера вам наговорил? Да какое я имею право? Когда я считаю Писание, более всех потрудился апостолом. Я никого не представляю. Только вас. Я вам такое наговорил. Простите меня. Отец Александр. Есть поговорка. Наплевать да забыть. Неужели я буду сидеть и думать. Ты что сказал мне? Какое отношение? Оно не соответствует действительности. Простите. Прощаю. Ты понял, Отец Александр? Да я понял. Искажается звук. Надписи, кто сбонит, у меня нету. А кто ты? Я говорю, мы работаем. Ну я в горячатках. Алло. Кто-то отвечает. Я говорю, да слушаю. А это ты? Старая собака. Попался все-таки ты мне. Ну и дальше начал материть. Начал свет один. И он меня больше полгода тот человек бомбардировал. А я бы не ответил, он отошел. Виноват я дал ответ. Мы здесь в Качках. Деревня Качки называется. Я проповедовал. Освященник лютый ненавистник. Прямо лютый. Вот наша сестра. Что ж с нами знают. Они его кран не пускают. И она зимой стоит на улице от валенок до земли протаяла уже. Это уже 7 лет. Я написал облик истинно московского патриархата. Патриархата. У меня за ночь 72 звонка. Я не успеваю заряжать телефоном. Я не могу отвечать. Бывает по нему хлопнул и все равно звонит. Что? Алло? 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 Инна Тихонович, у меня вопрос подписан. Один звонит вчера. Я брат Виктора Николаевича. Может быть и брат. Но я не знаю вашего голоса. То есть они знают по тому, как мы переписываемся. Где он называется, кем угодно. У меня опыт. И опыт такой. Я же так вот в следующем опросе сказал. Зачем вы хвалите? Мне хридопросы в ТГБ говорили неоднократно. Эхрид, нет, тихо. Вам мы только наше порно отработали. Это они. Он говорит по хвалу, а другие считают. Вот оно. Мир дома всему. Мир вам. Вот мы как раз все устали. Так. Милости просим за стол сразу. Проходите. Ну да. Давай. Сразу. Руки помоют. Это Виктор Николаевич и сестра. Ставченко. Может как раз и тот. Брат, о котором мы говорили. Молится, чтобы помолиться от этого и делали. Но я не вижу, не знаю. Я помолился, но отвечать не буду. Я нашел способ обороны. И вот там мы были. Священник против. Как вначале бомбардировать детские голоса. Макиярками болят. Ну видно, ребенок. Голос его где-то. Это на траве священника. И отвечать еще не проще. Деревья склынула. Вы найдите мне человека. Одного. Которому бы 72 угрозы за ночь было. И вы поймете, что там ворота раскрывать не надо. А почему? По моим делам. Сатана лютует за каждую душу. Да. Я ей даю один. Она хочет приехать. Вот она перед вами уже сидит. А у нее дочка. А дочка моя вот не хочет ехать. А как одна у подруги ночевает. Я говорю, один ответ. Не езди. Дай билет и все. А у меня вот так вам не езди. Вот она сидит. Можете переспросить. А потом ей брат и говорит, я за ней буду присматривать. Я говорю, вы не никогда не усмотрите. Она через окно свесится. Не ступая на землю и сделает, что ей надо. Ну, как хочешь. Да. Господь усмотрел. Заболела. Сидит на жопе ровно. Ну, ты моя ответа поняла. Ответственность я не взял. Тебе отказал. А ты дашь ей каждую. Вот. С той стороны заходи. Не отказал. Все, стараться уже. Кольенька, садись, пожалуйста. Понятно? Если мы безрассудно поступаем, то враг только отдохнет это. Если враг тебя хвалит, то подумай, какую глупость ты захвалил. Значит, еще захвалил. Вот и так. Я вам рассказываю не с чужой биографией слова, а со своей. Вот сейчас вот воню. А звонит такой-то. Я этого не знаю. Вот у нас одна сестра есть. Потеева Любовна Николаевна. Мне кажется, два диплома. Красный. Медицинный. Терапевт. И она работала в ВВД. Вот тут. Вот интересно. Однако если я звонок от него, только я беру труппу, она сразу же говорит Потеева Любовна Николаевна. Я сразу отвечаю. Слушай, Тлапкин Игнатий Дихонович. У них все по-военному. Все. Ни одного замечания. И здесь свои. Голос я не узнаю. Зачем я буду отвечать? Рис попадает. Ну ты же знаешь, что это я. А то ты знаешь, что это ты. А я не знаю. Я тебе ни разу не знаю. Зачем ты мне звонишь, если мои условия не приняты? У вас условия очень простые. Назовите кто ты. А я уже соображен. Почему на меня столько нападок? Вместе взять Государственную Думу с Путиным и Меньшим. За два с половиной года примерно в черный список заётся 18 тысяч человек. В военное время это почти полторы дивизии. Примерно 250 роликов полновесных против меня составленных. Там их головы отрезают и ремонтируют. И ещё не делают. Деньги получают за это. Вот у меня один ролик есть. Его посещаемость 1 миллион там 250 тысяч. Один ролик. Посмотрели. И его количество посетителей увеличивает целая команда. А называется ролик «Как хорошо жить в деревне». Что-то можно найти в этом заголовке-то. Там нет такого «Это последний раз». Или там этот ролик закрывает пресса, привлекает чем-то. У меня нету, чтобы захватить. А, сидите там, жрёте каждый день. Он голодный каждый день. Ролик 3 года, и он каждый день видит, как мы живём. На одном ролике. Я ему ещё не могу ответить. Я только его блокирую. Он, видимо, новое открывает. Блокирую, он открывает там новое. А почему? Это моя участь. Я не общаюсь. Слава Богу. Я сейчас скажу. На днях мне позвонил кто-то. И назвался братом Виктора Николаевича Савченко. А дальше ещё не пошло. А я откуда знаю, голос не знаю. А так как они знают наши отношения, он может и называться. Я ему не отвечаю. Был вот такой с кем из вас? Я звонил. А то вы звонили? Вот понятно. А то редкий случай такой, чтобы никому я не ответил, я явился и здесь был. Я не отвечаю по той причине, что меня бомбардируют вот так со всех сторон. Ну, завтра же 72 угрозы. Мы у дверей стоим, выйдем оттуда. Я ничего не могу сделать. А когда вот здесь бунтовал, Роман был один, малыш, о том, что земля плоская, не шарообразная. Мы уже в Кольщины, подвели силы. Давай, кто первым нападёт, мы поможем. То есть всякие угрозы. У меня никого нету. Он начал бузить, причастился. В средний день батюшку обвел незаконно. Патриархов незаконно, Путин незаконно, земля русская незаконно. Это полностью рюкнулся. Говорил, осень я займусь, а оформлять... Ещё не оформляет. Пришлось обратиться в органы МВД. Его заберли ручкой. Отсидел сколько надо, тут отправили на Украину без права. 5 лет посещать. Контейнер стоит, это его. Деловой. Всё можно и делать. Помогал. Нет только смелее. В один день изменился. Ты ехал, знал к кому. Я не изменился. Ты к тому приехал. Изменился-то ты. Земля плоская. Если она плоская, то солнце светит на всех. Почему там полночи? Значит, они под столом находятся. В школе не учился. А земля плоская, только сатана может придумать. Я на корабле работал. Появляется сначала мачта. Ближе, ближе там. Почему? Откуда она мачта-то? Из-за глобуса. Я им даю такое право. Проверят себя. Мы едем на Байкал. Это единственное место в мире, где ни одной волны нет. Гладкое, как стекло. Делаем материю 2 метра на 2 метра, красной. И вы отходите от нас. 4 километра 800 метров. А как вы видите? Табуретку с тобой у нас. На табуретку встал и опять вижу. Непонятно что-то. Я за него не вижу ничего. Он не поехал. Я бы поехал на Байкал. Доказательства, я другого не знаю. Любое озеро застывает волнами. Снег, а здесь гладкая. Вот это байкал. Гладкая метал. Поэтому обиды в свой адрес, что ты мне ответил, я не принимаю. Это мне просто не надо. Я хожу без этого звонка. А что вы говорите, знаете, я каждый день поминаю ваше имя Марика. Каждый день. Он написал, Виктор, какая нужда, в чем. Вы знаете, как он. Вот о ком мы раньше молились, говорили, там все благополучно. А вот сейчас какой-то брат-то, такая помощь. Более знает все. Это все принято. Я здесь к вас не знаю. А о том, что я уже обязан. И Виктору Николаевичу не настолько обязан. Солнце. С нами поездки был. Он всегда должен быть. Потому что идея миссионерской поездки была моя. Так. У нас время 8 часов. Мы сейчас все собираемся и не будем больше ждать. В полдевятого мы выходим молимся. Там нас уже ждут. Игорь, мы ждем крещения. Готовьтесь. Да. Расскажу Богу. Новосибирь. Боже, Боже! Боже, 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 Боже! Задавлю Господу, помилуй меня. Бесчиславец, я грешил Господи. Прости меня, грешного и помилуй. Благослови нас, Господи, соверши дело Твое святое, помочь людям принести святое крещение. Хвала Тебя, Отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. Уходим. Аминь.